Первый в России госпиталь У нас очень большая связь, непрерванная связь со времен Петра Великого Ранним утром 18 августа 1697 года, подплывая к Сардаму, царь Петр заметил знакомую фигуру В шлюпке ловил рыбу Герит Кист, голландский кузнец, с которым Петр познакомился в немецкой Слободе Немецкая Слобода – это маленький городок на окраине города Москвы, и там находились иностранцы Голландцы, немцы, французы, барабанцы Изумленный Кист едва не упал за борт Царь выскочил из лодки, стиснул кузнеца в объятиях и взял с него клятву никому не говорить, что он в Голландии Петр ехал не как Петр Романов, великий царь, он ехал инкогнито, Петр Михайлов Узнав, что Кист живет неподалеку, Петр решил остановиться у него Две комнаты, печка в изразцах и за занавеской душная ниша для спанья Петр не любил больших пространств, у него была болезнь, агрофобия, боязнь открытых площадей И поэтому мы можем себе представить, что царь себя здесь чувствовал абсолютно комфортно Мог спать в такой маленькой кроватке, двоесложенном сидячем положении На 50 верфях Саардама ежегодно строилось около 350 судов С момента закладки киля до спуска судна на воду у саардамцев уходило не больше пяти недель Гандам был одной из первых индустриальных территорий Нидерландов При помощи ветренных мельниц было возможно обрабатывать очень быстро древесины Это было изобретением Корнелеса Фаная от Хейста При помощи механического винтика, река, за которую он изобрел Стало возможным пилить древесину 35 раз быстрее, нежели все это делалось в ручную в Амстердаме Петр ехал в Европу в составе Великого посольства Это первый в истории вояж русского царя за границу Посольство поистине великое, почти 300 человек Основная цель дипломатической миссии создать коалицию против турок Несмотря на взятие Азова весной 1696 года задача выхода к Черному морю не была решена Для этого нужны сильные союзники Маршрут посольства Пруссия, Англия, Венеция, Австрия, но главная остановка Голландия Самая передовая страна этого времени Первая в мире буржуазная республика Главная морская держава Из пяти кораблей в мировом океане четыре голландские Этот маленький народ прославился тем, что освоил свою заболоченную территорию Защитил ее от моря Научился побеждать в могущественных противниках воинов Испанцев, французов Голландия в это время играла огромную роль в политике И особенно в экономике Европы Голландия представляла собой подлинный образец богатого и преуспевающего государства Мекку торговли Рай для купца У России с Голландией были специфические многолетние, многостолетние отношения Они были прежде всего торговые Впервые купцы из Голландии появились в Москве в 1565 году И постепенно вытеснили с рынка англичан Получивших от Ивана Грозного привилегию на беспошлинную торговлю в России У голландцев была двойная цель Закупать все, что дает земля русская А также искать морской путь в Китай и Индию Действительно существовала теория того, что существует незамерзающее пространство на севере Северное море, которое можно пройти на Дальний Восток Где были богатые материи, шелк и различные растения, которые употреблялись Как редчайшие и более дорогие иногда по весу, чем золото Этот путь пытается обнаружить голландец Вильям Баринц В 1594 году он отправляется в свою первую экспедицию Добирается до северной оконечности новой земли, ледяного мыса Открывает Аранские острова, но дальше пути нет Второе путешествие тоже не увенчалось успехом Во время третьей экспедиции корабль путешественника затерт льдами Приходится зимовать в гавани Мореплаватель строит хижину из найденных на берегу деревьев Питается мясом песцов и белых медведей У некоторых начинается цинга Тяжелее всех болеет сам Баринц На родину он уже не вернется И даже когда он тяжело болел Последнее, что он попросил ему показать перед смертью Это карту, которую по новой земле он составил Ему удалось очень хорошо нанести на карту весь северный берег Русской Арктики До острова Вайгач и немножко дальше в Карском море Помимо карты Баринц оставил подробное описание флоры и фауны этого неизвестного региона Обычаев и обрядов северных жителей по мору Открыл острова Медвежий и Шпицберген Именем Баринца названо море, которое до этого называлось Русским Действительно, это личность номер один и для Нидерландов И для истории полярного мореплавания В Саордаме Петр не задержался, провел всего 8 дней По пятам бегали зеваки Громадный рост Петра исключал всякую анонимность Все знали, что в городе находится очень важная персона Ну вы поймете, что это просто смешно Потому что, вы знаете, 2 метра и 4 сантиметра В то время, когда средний голландец, ну метр 65, ну от силы метр 70 Работать в таких условиях совершенно невозможно Петр отправляется в Амстердам, богатейший город мира и самый крупный порт Европы Петр Первый был влюблен в водную стихию Когда-то в детстве он ее очень боялся Потом произошел волшебный перелом Петр Первый каким-то образом быстро очень приучился к этому мореплаванию И страстно полюбил его В Амстердаме бургомистр города Николас Витцин Обещает оградить царят излишнего внимания И устраивает Петра на верфи Ост-Инской компании В руководство которой он входит Это межнациональная фирма Которая имела как раз в этом здании свой арсенал Здесь был огромный цехаус С огромными запасами корабельного леса Канатов, якорей, пушек и тому подобное Витцин большой знаток России Еще во времена отца Петра Алексея Михайловича В составе голландского посольства он провел в России несколько месяцев Ему было тогда 23 года Он так влюбился, увлекся Что он решил всю свою жизнь посвятить изучению загадочной страны Что называется Московия Во время путешествия из Амстердама в Москву Витцин вел дневник Зарисовывал города, которые видел по дороге На его рисунках Псков, Тверь, Муром, Коломна, Торжок А еще он описывал все, что восхищало его, удивляло или вызывало недоумение Например, он пишет русские такие странные Когда врач прописывает им лекарства И если это лекарство кому-то помогло То и другие начинают принимать это лекарство Не обращаясь к врачу А если русскому прописали лекарство А он опять заболел То он это лекарство без обращения к врачу Опять начинает принимать Вот такая мелочь, казалось бы Но очень современно для нас Витцин автор уникального труда Северная и Восточная Тартария Тартария и в то время называлась Огромная территория от Северного Ледовитого океана до Амура От Уральских гор до Дальнего Востока Это своего рода коллекция знаний о России Это топография Это этнография Животные, рыбы, птицы Растения, которые произрастают Какие минералы находятся Какие соляные источники И так далее, и так далее По протекции Витцин Царя записывают в плотники К одному из лучших корабельных мастеров Ост-Индской компании Гарри Туклаасу Полю А для того, чтобы он смог принять участие В постройке корабля с самого начала Закладывают новый фрегат Петр и Павел Каждый день с рассветом царь являлся на верфь Неся на плечах топоры и инструменты Как все остальные рабочие Часы после полуденного отдыха Петр любил поговорить с корабельщиками и моряками Голландский Петр знал хорошо Первые слова услышал от Франца Тиммермана Своего первого учителя в немецкой слободе Тиммерман это плотник Это говорящая фамилия И Тиммерман обучал Петра Азбуке судостроительного дела Многие голландские слова Прочно закрепятся в русском языке В основном они связаны с мореплаванием Верфь, вымпел, гавань, камбус, каюта, кок, лоцман, стень, гашкипер, полундра Аврал, бронспот, яхта, даже русское слово лохорка Голландское происхождение Позже языку Петра учил и Андрес Винниус Единственный в то время в Москве переводчик с голландского Переводчик тогда, это не переводчик сейчас Тогда было две категории Были толмачи, которые, собственно, занимались чисто переводческой работой А были переводчики, которые участвовали в составлении текстов Которые контактировали напрямую с представителями посольства Сначала Винниус служит в посольском приказе Но в скором времени ему поручают возглавить созданные недавно почты На тот момент их было всего две – Рижская и Виленская И обе ориентированы на переписку с заграницей Винниус решает изменить ситуацию Он не только сумеет поддержать на достойном уровне почты в Западную Европу Но он и создаст внутренние почтовые линии Будут образованы Азовская почта и Архангельская А когда Винниус возглавит Сибирский приказ, то и почта в Сибирь Винниус снабжает Петра зарубежными печатными новинками Приглашает пользоваться своей обширной библиотекой А когда Петр увлекается морем и кораблями Знакомит со своим родственником, четвероюродным племянником Бургомистром Амстердама Николасом Витсеном Одно из его главнейших достижений – это его влияние на молодого Петра И здесь Винниус сыграл, безусловно, совершенно уникальную роль С одной стороны, он являлся носителем западноевропейской культуры А с другой стороны, он принадлежал к семье, которая уже второе поколение жила в России Винниус был православным Его отец, Андрей Винниус-старший, один из немногих иностранцев принял веру страны, в которой жил Винниус-старший приехал в Россию торговать хлебом Затем, по поручению российского правительства, стал продавать зерно за границу Завоевал доверие и получил жалованную грамоту на строительство первого в России доменного и железоделательного завода «Блистулы» Вся российская черная металлогия начинается с того завода, который построит Винниус В свободное от плотницкой работы время царь вместе с бургомистром Витсиным посещает фабрики, госпиталь, мастерские и лаборатории Встречается с учеными и художниками Один из них, Ян Веникс, рисует портрет молодого царя Сейчас он находится в Ореховом кабинете Меншиковского дворца Это одно из редких прижизненных изображений Петра Первого Петр приобретает 120 картин Среди них морской берег Симона де Флегера Позже собрание малых голландцев составит знаменитую коллекцию шатрового зала Эрмитажа Этот термин никаким образом не говорит о том, что это маленькие художники Это просто речь идет о том, что картины кабинетного формата, картины небольшого размера Прагматик, по сути, Петр и к живописи относился очень практично Петр действительно очень любил приобретать работы таких художников, которые очень точно изображали корабли Не просто некий образ морского пейзажа, а вот чтобы каждая ванта, каждый канат был нарисован Витцин знакомит Петра со знаменитым анатомом Фредериком Рюишем Его лаборатория считается одним из чудес Голландии Мечтой анатомов, начиная где-то с 15-16 века, было сохранить мертвое тело в первозданном состоянии Потому что без этого невозможно изучение анатомии Он в этом преуспел, затратив колоссальные труды на разработку метода Царь часто посещал дом Рюиша, где было выделено целое помещение под его знаменитую коллекцию Петр Великий бывал в этом доме Именно здесь располагалась личная коллекция Рюиша Сейчас тут другая коллекция Чучел, ведь я охотник Но это животные, не люди Петр был под таким впечатлением, что начал брать уроки анатомии и у Рюиша, и у доктора Бургавы в Лейдене Где был первый в Европе анатомический театр Петр действительно имел очень искусные руки, он быстро овладевал любым навыком И поэтому он освоил и расчелемение трупа, и всю процедуру, которая проводилась в анатомическом театре Он мог провести сам Мы здесь у входа анатомического театра, который посетил Петр на анатомический урок Фредерика Рюиша Здесь вход, а теперь ресторан, время меняется Петр нередко обедал у Рюиша и как-то раз спросил, кого из хирургов лучше взять в Россию для службы в армии и на флоте Рюиш ответил, Николаса Бедлоу Высокообразованный врач, прекрасный анатом, блестящий ученый из семьи потомственных медиков Его отец аптекарь, дядя лейб-медик английского короля, а позже ректор знаменитого Лейденского университета В 1702 году Бедлоу приезжает в Москву как личный врач царя И в течение двух лет с Петром Первым был во всех походах Особенно известный поход под Нарвой Но вдруг где-то в 1704-705 году он начинает отходить от этих боевых походов Все же ему было достаточно тяжело, видимо, с Петром Первым быть такой бивачной жизнью Дорожа своим медикам, Петр предлагает Бедлоу возглавить работу по созданию первого в России госпиталя Уже через год, в декабре 1707 года, госпиталь принял первых болящих При нем начала работу госпитальная школа, первое медицинское учебное учреждение Изучение медицины шло практически вот по этому учебнику, который находится у меня в руках Это было рукописное руководство И в таком рукописном виде оно и сохранялось на протяжении нескольких веков В Допетровской России учебников по хирургии не было, как и не было самой хирургии Тогда же боялись входить в полости организма, потому что проникновение в брюшную полость, в грудную полость Грозило тут же развитием хирургической инфекции Почти все лекари в России были иностранцами Самое интересное, что голландец Бедлоу ратовал за то, чтобы русских врачей было как можно больше При школе Бедлоу открыл анатомический театр и разбил аптекарский огород Типично голландская новинка Вот здесь, примерно в этой части Малого госпитального парка, располагался аптекарский огород Где ученики госпитальной школы учились разводить лекарственные растения, высушивать их Потом готовить из них различные лекарства А еще при госпитале был театр, представление которого часто посещал сам царь Петр Бедло считал, что и это отвлекает больных от своих раздумий, если они болеют тяжкими заболеваниями И это тоже имеет определенное лечебное значение В 1712 году состоялся первый выпуск отечественных врачей, 50 человек Госпиталь стал центром подготовки русских лекарей Ныне это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко Бедлоу работал и преподавал до конца жизни, более 30 лет Этому памятнику всего несколько лет, но уже возникло поверье среди больных госпиталей Что если поддержишься за палец замечательного нашего первого главного доктора Обязательно выздоровеешь На родине в Нидерландах Бедлоу стал известен недавно, в 1975 году И не как врач, а как художник Его потомки, живущие в Америке, передали в Государственный музей его акварели На которых он изобразил свою московскую жизнь Бедлоу нарисовал и здание госпиталя, которое спроектировал сам И парк, тоже созданный по его эскизам И свой дом на Яузе Он был построен настолько искусно, красиво и художественно оформлен Что Петр I приезжал просто отдохнуть для того, чтобы побыть, помечтать, подумать Над теми задачами, которые предстоит его решать еще А в Голландии отдых для Петра – это узнавать что-то новое Его интересует все Здесь Петр I знал, что можно растить в твердом климате Аплоджиний и цитрон И потом тоже делал в Москве, в Питере А здесь первый раз видел, как это возможно В Дельске он посещает знаменитого натуралиста Антони Ван Левенгука Изобретателя микроскопа В Амстердаме под руководством мастера Афорта Андриана Шхонебека Петр делает свою первую гравюру «Торжество христианства над исламом» Где в аллегорической форме показана победа России над Турцией Уже через год, в 1698-м, когда Шхонебек переедет в Москву Петр поручит ему возглавить гравировальную мастерскую оружейной палаты Шхонебек создаст целую школу, задача которой – прославлять русское оружие Делать гравюры на злобу дня и печатать их большими тиражами Из этой школы выйдут знаменитые русские граверы Зубовы – Алексей и Иван Другому голландцу Яну Тессингу Петр доверит печатать и распространять первые светские книги Дарует монополию на целых 15 лет Это одно из первых изданий, напечатанных Яном Тессингом в Амстердаме Русско-латино-голландский словарь или номенклатор Эта книга была учебным пособием для русских навигаторов, которые учились в Амстердаме В Амстердаме будет составлен русский гражданский шрифт, который заменит церковнославянский Эскизы новых букв Петр правит лично Мы имеем сейчас 6 миллионов, репертуар 6 миллионов книг, изданных на русском языке Новым шрифтом, что и составляет нашу цивилизацию В ноябре 1697 года фрегат Петр и Павел был спущен на воду Лотник Петр Михайлов свое обучение закончил Это дом канатного мастера Геррита класса Пола В этом доме Петр жил в течение трех месяцев Рядом с фото, с изображением молодого Петра, находится текст аттестата, который Петр получил от своего учителя, канатного мастера Пола Дипломатическая миссия Великого посольства цели не достигла На встрече в Утрихте правитель Нидерландов Вильгельм Третий Аранский дал понять, что не намерен воевать с Турцией Вильгельм не хотел новой большой войны на Востоке И он, что называется, вежливо отказал Петру Однако Петр путешествием остался доволен В своей любимой стране он получил массу знаний и навыков Ему понравились быты, образ жизни голландцев Он решил, что в России должно быть так же И он хотел, чтобы русский народ тоже был таким Чтобы с одной стороны он был послушен, дисциплинирован А с другой стороны инициативен, предприимчив Чтобы он учился, работал, творил, обогащал себя и свою страну Русское посольство начинает активно заниматься наймом голландцев для работы в России Петр искал и нанимал сотни специалистов Ну, к примеру, мебельщики, ковроткачи, каменотесы, плотники, инженеры, матросы, садовники, лекари, аптекари Ем предлагается приличное жалование и контракт на три года И каждый голландец, приехавший в Россию, получил по одному, по двум, по трём Или больше молодых учеников, которых он обучал Первое время голландцы чувствовали себя в России очень неуютно В Москве могли жить только в немецкой Слободе Своего рода гетто для иностранцев, которое запрещалось покидать А Петербург в начале 18 века равнина до болота Город только строится Им жилось очень трудно, потому что в Петербурге ничего не было Дорог практически не было, и кирпичей не было, и всё надо было привозить Новую столицу Пётр строит по образцу любимого голландского города Он так и называет Петербург, другой Амстердам Это простая прямоугольная схема, прорезанная линиями, проспектами и каналами Те же принципы градостроительные, которые положены в основу планировки Амстердама Амстердама и других голландских городов Первый дом Петербурга – красные хоромцы Царь приказал его построить в 1703, когда высадился на будущей петроградской стране Будующей российской столицей Это была воплощенная мечта Это был голландский дом, стены которого были расписаны под кирпич А крыша под черепицу, а внутри уютные небольшие комнатки Похожий дом был у него и в местечке, которое Пётр окрестил просто – Новая Голландия Ну, скорее всего, он был таким же, примерно, как наш знаменитый домик на петроградской стране Рядом находилась галерная верфь, то есть стучали топоры, запах смолы Вот эта вот атмосфера, которую Пётр впервые ощутил в зондаме голландском И потом на Остинской верфи в Амстердаме Главные символы российской столицы – ангел на шпиле Петропавловской крепости И кораблик на шпиле Адмиралтейства – дело рук голландца Хармона ван Болоса Знаменитые петербургские разводные мосты – тоже родом с берегов Амстала Подъёмные мосты – они все строились при Петре I по голландскому образцу Балки, как на колодцах журавлиного типа Цепи держали полотно моста, и его было очень легко приподнять до прохождения суду Петербургские дворцы отделывались по последнему писку моды – дельфской плиткой Дворец Апраксина, Аронейнбаум, Зимний, но самый голландский дворец – Меньшиковский Здесь сохранились уникальные интерьеры, выложенные голландской плиткой При Меньшикове их было 13, сейчас осталось всего 4 интерьера Здесь выложены плиткой и стены, и потолок В Голландии вот таких интерьеров не встретите В Голландии плитка используется гораздо более утилитарно Секрет глины для дельфской плитки до сих пор хранится в тайне Глину на какое-то время закладывают в форму, чтобы гипс забрал из глины воду Затем поверхность плитки обрабатывают, художникам нужна гладкая поверхность Я изображу типично голландский пейзаж с ветряными мельницами Обычно художники используют трафарет, сначала на него кисточкой наносят пудру древесного угля И только затем расписывают получившийся рисунок Но сейчас трафарет не нужен, это авторская работа Все знают, что дельфский фарфор голубого цвета Но, наверное, мало кто знает, что художники работают черной краской И только после прохождения второго обжига при температуре 1200 градусов цвет меняется на синий Голландские садовники принимали активное участие в озеленении российской столицы и ее пригородов Это и верхний сад в Петергофе, и ботанический сад в Петербурге, ну и, конечно, знаменитый летний сад Его разбивал голландский архитектор и садовник Ян Розин Что отличало голландские сады? Они были всегда миниатюрные Около дворца небольшие садики И сад как бы незаметно переходит в парк Который представляет собой просто дикий лесной массив Петр приезжает в Голландию еще раз через 20 лет, в 1717-м Он действует целенаправленно, по его распоряжению закупается оружие Вербуются новые мастера для работы в России Приобретается коллекция Фредерика Рюиша, которая в свое время так потрясла воображение царя И коллекция экзотических животных натуралиста Альберта Себе Эти экспонаты станут основой первого публичного музея в Петербурге кунцкамеры Великого голландца Рембрандта для России открыл тоже Петр Прощание Давида с Иоаннафаном Эта картина, купленная в 1716 году Петром в Амстердаме Волю судьбы стала первым Рембрандтом, попавшим в Россию И заложила начало знаменитой коллекции живописи Рембрандта Которая является гордостью Эрмитажа В 20-е годы 18 века голландцы чувствуют себя в России немного уверенней К 1722 году немецкая слобода уже окончательно вошла в состав Москвы А Петербург уже так разросся, что центр голландской общины оказался на Невском После смерти Петра к иностранцам по-прежнему относятся с большой терпимостью Однако вторая волна приезда голландцев в Россию случится только во времена Екатерины II Вступившей на престол в 1762 году В основном русские голландцы процветают на Неве торговли Однако некоторые продвигаются по государственной линии Один из них выходец из Брабанта, архитектор, инженер Франц Девалант Его фигура среди отцов-основателей Одессы Он спроектировал город, опираясь на зодчего античности Витрувия В России это было впервые Многие города строились как? Ну, с севера на юг улицы и с запада на восток Девалант посчитал, что это неверно Для того места, где находился город будущий И он построил так, что улицы были под некоторым углом К северо-западным линиям Под некоторым углом к юго-восточным линиям И это способствовало хорошему проветриванию города И хорошей освещенности и зимой, и летом Вот в этом его огромная заслуга Помимо Одессы, Девалант спроектировал в Причерноморье Еще 13 городовых крепостей От Таганрога до Севастополя Но дело его жизни – дороги Создание сухопутных, но главное – водных коммуникаций К Вышневолодской водной системе, которая шла из Рыбинска в Петербург Он присоединил еще две – Мариинскую и Тихвинскую Мариинскую систему Тавалан создал для большегрузных кораблей Чтобы они перевозили больше товара, больше хлеба А Тихвинский путь из Волги в Балтийское море Строился как самый короткий – 924 километра Это подвиг, я считаю Им совершен был подвиг в то время Без него, я думаю, не удалось бы создать эти водные системы На таком уровне, такого качества, такого долголетия После революции отношения между Россией и Голландией резко ухудшились А после расстрела царской семьи были разорваны 11 мая 1920 года в голландский порт Эймёйден прибыл пароход На борту которого сто с лишним человек Потомки тех, кого Петр позвал в Россию Так завершилась история голландской общины в России Через несколько лет голландцы вновь приехали, но уже в Советский Союз В 20-е годы группа голландских коммунистов основала в городе Щегловск, ныне Кемерово Автономную индустриальную колонию Кузбасс Среди них архитектор-конструктивист Ван Лохэм Его мечта – создать в Сибири город-сад Йохан Ван Лохэм создал такую идею, концепцию Что он будет строить скромные домики для простого народа Для рабочего класса Но обязательно с маленькими садиками или с маленькими палисадниками В Кемерове сохранилось всего несколько домов Ван Лохэма А вот квартал в Амстердаме под названием Бетонная деревня Спроектированный им еще в 20-е годы 20-го века Существует до сих пор Так могли бы выглядеть рабочие районы и в Сибири На главной площади Зандама находится статуя Петра I Царь, корабельный плотник Установили памятник и решили сделать также шаги Которые ведут от памятника до домика царя Петра Шаги, имитирующие точный размер ноги Петра I По этим следам сегодня ходят толпы туристов Домик Петра – один из самых посещаемых музеев в Нидерландах Он сохранился благодаря Анне Павловне, проправнучке Петра I Которая вышла замуж за будущего короля Голландии Вильгельма II Был подарен Анне Павловне в 1818 году по случаю рождения ее второго сына, принца Александра С того времени Анна Павловна заботилась об этом домике И забрала домик под защитный корпус Сюда приезжали все русские цари, иностранные короли и императоры Скромное живище, где оставался царь всего лишь 8 дней Его можно рассматривать как колыбель Великой России И что ее очень красиво и образно выразил известный писатель, историк Жуковский От бедной хижины всей летают ангелы святые Великий князь, благоговей, сись колыбель империи твоей Сись родилась Великая Россия Видите, они говорят, только наоборот вы должны голландский флаг повесить Я говорю, это российский флаг Вы сняли этот уже? Отлично Великий князь, благоговей, сись колыбель империи твоей Великий князь, благоговей, сись колыбель империи твоей Великий князь, благоговей, сись колыбель империи твоей